Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Похоже, у белорусского лидера начались серьезные проблемы то ли с нервами, то ли с психикой. Его последние речи вызывают в лучшем случае недоумение. К примеру, 29 октября на совещании с чиновниками президент Беларуси Александр Лукашенко заявил об угрозе со стороны НАТО, не исключив при этом возможность конфликта с Североатлантическим альянсом. Глава государства заявил, что в таком случае страна будет отстаивать свою независимость самостоятельно. Прочие белорусам незавидное будущее. «Мы за свою страну погибнем все», – заявил политик. Уже на следующий день, 30 октября, Лукашенко отличился еще более радикальным заявлением. На этот раз в адрес протестующих, фактически пригрозив им физической расправой. Он подчеркнул, что если хоть кто-то из недовольных граждан посмеет притронуться к защищающим режим силовикам, то он уйдет от него как минимум без рук. Потому что, по словам батьки, отступать им некуда. И в плен они брать не будут. Это высказывание искрометно прокомментировал депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский. Политик отметил, что слова, которые произнес Александр Лукашенко, удивительно напоминают речь некоего диктатора, которую он произнес в своем бункере в апреле 1945 года. И хотя Вишневский не назвал имя этого человека, в его словах явно прослеживается намек на фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Именно он в это время находился в подземном бункере в Берлине, где совершил самоубийство. Петербургский политик считает, что после таких заявлений лучшим исходом для батьки будет камера в Гааге, где им придется притворяться психически больными, чтобы смягчить себе наказание. Добавим, что Евросоюз может принять решение о санкциях против действующего самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его соратников уже 4 ноября. Всего в списке 15 фамилий. Комитет постоянных представителей ЕС может подтвердить санкции против белорусских чиновников уже 6 ноября. Об этом в Твиттере написал корреспондент Рикард Джозвек. Послы ЕС в среду 4 ноября дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября. Совет глав МИД Евросоюза еще 12 октября объявил о подготовке новой волны санкций против режима Лукашенко. Тогда в ЕС заявили, что самого Лукашенко тоже внесут в санкционный список. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина присоединится к санкциям против белорусских чиновников. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях.